Для этих людей занятие с психологом не просто эмоциональная разгрузка, а способ выжить, выплеснуть эмоции, с которыми не справиться самим. Трагические события последних двух недель для многих стали самым сильным переживанием. Мы проведем акцию «Мир против террора» МПТ. Люди должны дружить, а получилось так, что люди стали воевать друг с другом. Это некрасиво, негуманно. Антон тут рядом, уже считает своеобразный бренд Петербурга. Единственный в своем роде российский центр для взрослых людей с аутизмом. И по сути дизайн-бюро с уникальным и узнаваемым стилем. Это декораторская мастерская. Здесь ребята занимаются тем, что расписывают различные поверхности и заготовки. Ваш известный дизайн, ваш мужской бренд. Да, это узнаваемый такой стиль, это и игрушки, и там полки. Вот. Ой, Василий, разреши. Коллекции посуды, текстиля, графики, игрушек, которые делают мастерские центра, раскупают в лед. Вот он, феномен Петербурга. Из любого социального явления сделать бренд. Некоторые городские кафе, например, основой своего интерьера выбрали дизайн «Антон тут рядом». Этакая комбинация социальной ответственности и эстетики. Ведь люди с утизмом действительно известны своим неординарным подходом во всем. От рисования до, скажем, политической пародии. Для многих студентов общение единственный способ остаться на плаву, сохранить социальные навыки и не закрыться в своем мире. Вот и неожиданный эпизод, который произошел во время записи интервью. Еще одно тому подтверждение. Антон – герой известного фильма, давшего название самому центру «Антон тут рядом». Петербургский режиссер Любовь Аркус показала жизнь молодого человека с аутизмом, с чего, по сути, и начался весь социальный проект. Даже не специалисту видно, что обучение в центре сильно изменило Антона, как и многих других. Как ты думаешь, она готова, Антон? Да. А вот это посмотри внимательно. Надо убрать. За последние 15 лет из мало кому знакомого диагноза аутизм стал масштабной проблемой. По статистике, каждый 68-й ребенок в мире рождается с подобным нарушением. Как говорят в центре, социализация людей с аутизмом в Петербурге в основном занимаются общественные организации. К сожалению, мы физически ограничены, мы не можем принять всех желающих, мы стараемся все-таки по возможности помогать. Печальная история заключается в том, что заканчивая коррекционную школу или просто школу, ребята садятся дома, потому что ничего для людей с такими нарушениями в стране нет. Единый момент на обучение проходит около 80 человек, еще 300 в листе ожидания. Программу нужно расширять и для взрослых, и для детей. Методик много, они работают, все упирается в квадратные метры. Зимой город выделил центру большое здание, но благое дело неожиданно обернулось проблемой. Вынужденный простой из-за бюрократических проволочек. Основная проблема в сроках, потому что мы заключили договор в январе этого года. И начиная с заключения договора, мы, естественно, обязаны платить аренду и коммунальные услуги. К настоящему моменту мы заплатили около 300 тысяч рублей, но при этом помещение стоит, и там ничего не происходит. 300 тысяч рублей, которые центр по сути потерял, сумма, сопоставимая с ценой расходных материалов для всех мастерских на 10 месяцев. Вот то самое здание. Пока здесь только разруха. В свое время, когда город выделял это помещение, существовала одна организация, которая нам его выделила. Потом она, собственно говоря, ее упразднили. Ну, будем надеяться, что решится все-таки. Мы уже так далеко зашли, что теперь только вперед. Может так сложиться, что бюрократические формальности отложат открытие здания еще чуть ли не на год. Помещение будет простаивать, плата за аренду начислятся. А пока студенты центра осваивают другие площадки. Благо, друзей в творческой среде хватает. Все, что вы делаете, вы делаете для него, потому что это ему препятствие. Режиссер БДТ Борис Павлович готовит постановку, в которой люди с аутизмом играют наравне с артистами театра. То, что ты никогда не можешь угадать, в каком преломлении, под каким углом зрения окажется даже какая-то самая простая вещь, вот это и есть, наверное, самый главный интерес поиска. Премьеру спектакля через месяц увидят участники Петербургского международного культурного форума. Такие разные люди, в абсолютной гармонии, на одной сцене. В глазах режиссера это и есть идеальная модель самого общества, но пока скорее утопическая.